Привет! Мы снова на кухне. Сегодня будем жарить простецкое блюдо. Картошку, жаренную на сале. Но, отличается это блюдо очень сильно от другого, которое мы на непонятно каком масле жарили. Мы будем жарить, смотрите, не было простого сала, мы будем жарить накопченном со специями. Это будет очень вкусно. Это то же самое, что мясо. Все, ребята, картошку, конечно, я не стал вам показывать, как чистить, вы все, наверное, знаете это все дело. Как говорится, ума много не надо. Жена на крайняк почистит там или что, жена приготовит. Я просто покажу уже сам рецепт. Все, давайте сало. Ну, нам кажется, вот этот кусочек, мне кажется, хватит. Масла вообще никакого не будем. Будем чисто на сале, здесь жира хватит, чтобы картошка именно жареная получилась. То есть, прошлый раз у меня получилась, типа, вареная картошка. Потому что масло было стрёмное, начало все пригорать. Я давай мешать, картошка поломалась. Сейчас на сале попробуем, будет совсем другой вкус. Вот увидите. Смотрите, запах тут и чесночок, все есть. Ножичком маленьким будем, не будем париться. Вместе со шкуркой. Кому не нравится, вы отрежете шкурочку. Она ужарится, будет ничего незаметно. Это называется такое блюдо, украинская картошка со шкварками. Они и супы любят также жарить. Например, говядина, она же постная, да? А вот со шкварочками нажарили. Сильно не мельчим. Ну, как получается, ничего страшного. Все, сковородочку включим. Сейчас, пока сало будет топиться, мы как раз нарежем. Блин, запах, ребята. А ну, конечно, бы на бутеры. Ну, на бутеры вот есть. Ну, какой уже бутер, если уже мы пожарим и так нормально. Со шкурой, я со шкурочкой жарю. Шкурочка нежная. Вы смотрите, бывает, что шкурка жестковатая. Тогда не надо, конечно, зачем она. Если мягенькая, нормально. У меня, кстати, из прошлого сала тоже шкурочка осталась. Мы же сюда тоже закипят гячик. Зачем добро убрасывать? Пожарится. Ну, будет жестко. Выплюнем, выкинем. Господи, какие проблемы. Она мягенькая. Она просто подмерзла. Помельче ее порежем, чтобы... Она еще ужарится. Чтобы не совсем, как говорится, жесткая была. Очень классное блюдо. Вообще отличается от другого. Вы скажете, что одно и то же. Нифига, ребята. Ни одно и то же. Почувствуйте разницу. Пожарите, как я на простом маске. Конечно, если у вас хорошее масло. Есть. Настоящее. Там, конечно, будет очень вкусно все. Этого достаточно будет. Для картошки. Ну, вообще, давайте еще кусочек маленько. Много не будет сала. Сколько есть, как говорится, не жалейте. Можно простое сало. Даже не соленое. Без разницы. Да солите. Я все равно буду солить. И по-любому буду солить. Картошка тоже соль любит. Но не пересолить. Еще раз говорю. Пересоленое блюдо. Это уже ничего вы с ним не сделаете. Суп еще можно, как говорится. Водички добавил. Там что-то, если пересолил. Там тушеную картошку пересолил. Можно исправить. А вот здесь уже не получится. С картошкой вы ничего не сделаете. Все равно съедите, конечно. Туда не денетесь. Ребята, на рыбалку что-то не получается. Ну, я машину уже оформляю. Все. Скорее всего, сам поеду. Раз никто не хочет навести. На халяву, прикиньте. Ребята, на халяву. Предложил свои услуги. Рыбные места. Обучение. Никто не пишет. Ну и хрен с ними. Господи. Пусть дальше они покупают рыбу в магазине. Мне какая разница-то? Мне больше достанется. Мне вообще фиолетово. Раз люди такие, ну, пускай. Пускай. Ничего страшного. Ничего страшного. Все. Пока картошечка... Ой, фу, пока сальца наша топится. Режем. Картошечка не крупная, свежак. Кто-то ее шкарябает, там прям, чтобы экономично было. Я чистил. Режем не сильно крупно. На ваше усмотрение. Ромбиками, кубиками, как хотите. Без разницы. Будет очень вкусно. Какая разница? Она вся... Сейчас буду жарить уже, крышкой не буду накрывать. Чисто будет жареная картошка. Кстати, ребята, кто, если не знает, я сейчас немножечко про бизнес, да, поговорю. Знаете, определение бизнеса. Вы же там, я знаю, что там многие банкиры там смотрят, какие-то бизнесмены. Ну, они этого, Даша, не знают, что такое бизнес. Они думают, что там, ну, что-то наварится. Бизнес – это получение максимальной прибыли при минимальных вложениях. Вот этим, ребята, я и занимаюсь. Поэтому у меня денег до жопы. Я попытался пропить, я за день пропил 70 тысяч. Можно, ребята, можно. Семга, форелька. Можно, оказывается. Можно. Но для чего это? Лучше вложиться. Видите, у меня нет ни семьи, ни детей. Мне некуда деньги девать. Мне хватает вообще 100 тысяч тенге. Хватает на месяц. Понимаете? На сигареты, на пиво. Даже если сильно, как говорится, там какая-то это... Я люблю скумбрию, ну, форель. Кстати, семга не очень вкусная. Мне не понравилась она, очень жирная. Это как будто кусок сала без хлеба просто жуете. Ну, не то. Это не то. Форель очень вкусная. И то, эта форель, она, как говорится, эти... Ну, блин, разведенная. Ее комбикормом кормят. Представь, какая вкусная, которая дикая. Вот там вообще вкуснота. Ленок, таймень. Таймень краснокнижный, конечно, лучше не кусать его. Ну, вот оно, сальца пошла, наша шкварчит. Сейчас оно вытопится, будет очень много жира, очень много. Сейчас вот оно подтопится, пускай. Вот только начало. Оно даже уже можно кидать, но пусть оно, именно шкварки, будет жареное сало. Именно жареное. Будет очень вкусно. Так что, ребята, если какие-то блюда повторяются, ну, не смотрите, вам не нравится. Ну, просто это в разной импропритации, или как там это слово будет, с разными специями. Можно одно и то же приготовить, но просто по-разному. Кстати, Новый год, ребята, к Новому году я какое-нибудь блюдо офигенное замучу. Уже есть несколько наметок, но я все-таки думаю, какой же лучше. Или сразу несколько выложу. Ну, не в одном видел, конечно. По очереди. И вы уже сами смотрите, что приготовить. Но будет очень вкусно. Будет мясо, много мяса, будет много овощей. Будет это очень все вкусно. Так что, ребята, кто не подписан, на халяву смотрит, подписываемся. Колокольчик не забываем. Ну, как говорится, ну, смотрите на халяву. Просто это ваше дело, господи. Никого не принуждаю. Так, уже не влазит картофан. Ну-ка, вот так вот. Опа, горсточки еще одну порежем. Уже надо закидывать. Но сало еще не вытопилось. Картошка, чтобы сильно жир не впитала, надо, чтобы очень раскаленно уже было. Хоть масло, хоть вот этой шкварочки, сало. Сейчас вот вытопится, да? Чтобы очень было раскаленное. Тогда картошка получится. Вот почему чипсы, да, вроде едите, они не жирные. Хотя они прям вообще в масло опускаются в решетки. Кипящее масло раскаленное. Там градусов 120, наверное. Будет... Ой, вкусно, ребята. Если вы холостяк, это вообще класс. Это очень дешевое блюдо. Там кусочек сала стоит там 120-130 тенге. Ладно, давайте вот так скинем нахер. Чего правильно терять? И простое сало еще дешевле там возьмете. И вообще это оттас будет. А если вы женатый и приготовите, я думаю, жена офигеет. С ее всяких вот этих супчиков. Я же знаю, как жены готовят. Я хоть и не женатый, но у меня было очень много подруг, которые макароны кидали в сырую воду. Слипшись в рунду, херню жрали. Которые картошку сжигали там по телефону. Подружайка позвонит. Она ля-ля-ля. Ну скажи, Саша, ну посмотри, Саша, да, последи. Нет, зачем? Она же сама на кухне. Она же герой. Приходишь потом, одни эти угли жрешь. А, ну конечно, не опасно уголь. Тоже нормально, полезно. Но вкуса-то нету, ребят. Вкуса-то нету. Хорошая картошечка. Правда, парочку выкинул. Так что смотрите, когда покупаете, да, в мешочке там дают килограмм, два, три. Смотрите, и бывает гнилая. В этом году почему-то гнилая картошка. Не знаю почему. Две выкинул. Ну не страшно, это, как говорится. Житейское дело. Нарезаю, сами видите, без разницы как. Как получается, сильно, сильно не парюсь. Вы, если хотите, парьтесь, там какие-то пробики, кулбики, треугольнички, там красиво как-то там. Так, что у нас? Ну вот уже, уже сковородка. Видите, уже смазала сковородочкой. Сейчас еще чуть-чуть, чтобы они такие хотя бы золотистые стали. Чтобы тоже, как бы, жир сильно кушать тоже неохота. Стало же жирное. Сейчас пусть еще, как раз еще пару карташин сейчас зафигачу. Все, на стол, стол чистый. Ничего страшного. На стол. Надо было большую, конечно, эту взять. Но я просто думал, я быстренько нарежу и буду закидывать. Но не получилось. Либо я очень быстро режу, либо, как говорится, сковородка немножко подустит. Ну, сковородка, плитка очень быстро греет. Вот, видите, что от одной карташины осталось. Так вот, такой отрезал. Вся гнилая была. Чуть-чуть кусочек только отрезал. Можно было, конечно, всю. Две выкинул сразу вообще целиком. Да можно было хоть что вызвать? Ну, не стал парить. Все равно старайтесь сохранять размер. Потому что, если сильно тонкая и сильно толстая, как бы, та будет сырая, можно, конечно, как с крышкой накрыть, но уже будет не жареная. А если сильно тоненькая, она сгорит, будет уголь, толстая будет сырая. Поэтому, все равно маленечко соблюдайте размерчик. Ну, все, и как-то сейчас не дорежу, и будем жарить. Свежачок, ребята, вообще будет кайф. Наверное, на второй день. Вот я ту картошку пожарил, да, с прошлого видео. Я ее три раза заховал. Ну, нормально. С морковочкой и с капустой по-корейски заходит. Вообще замечательно. Я сестренка, я ее угостил. Капуста говорит, много уксуса. Да, я маленечко перебольшил. Я что-то попробовал, вообще уксус не чувствовался. И надо было всего одну ложечку, а я две зафигачил. Ну, это на любителей. Говорю, кому нравится уксус, кому что. Кому не нравится, чуть-чуть, чтобы чуть-чуть там было, как бы, присутствие кисловато. Он выветрится весь, ничего страшного. Хоть сколько летит, ничего страшного. Ну, и все как раз успел. Все нормально. Все нормально. Успели все, ништяк. Все в тему. Ого, сколько картошечки. На пару раз. Ну, ко мне Жека пришел в гости. Вы знаете, его по видео на праздник ездили. Праздник он, правда, продал. Ну, мы все равно будем ездить. Во. Ну, вот они, вот они уже шкварки. Все, ребята, вот они. Шкварочки уже, видите они? Ну, ведь даже чуть-чуть черники подгорели. Ничего страшного. Как говорится, все. Картошка пошла. Раньше бы закинула, а бы закинула, ну, мимо маленько падает. Ничего страшного. С полоконечно не будем подбирать. Мы не голодны. Денег хватает. Кому интересно, еще раз я говорю. Кому про бизнес, но это уже будет платно, ребята. Все вопросы в WhatsApp, в личечку. Расскажу, как заработать нормальные деньги в короткое время. И с вниманием на вложение. Все это расскажу. Ну, кому, конечно, нравится, вы ищите. Ну, и дальше купить все, и никого ничего не заставляет. Выбор делает каждый. Вот, нормально. Она еще ужарится. Можно вообще полную прям сковородку. Все, убавим давайте чуть-чуть, она уже нагрелась на двоечку. Потом уже даже на единицу. О, уже жарится, видишь, он уже несколько поджарит. Все, будем мешать. Но, сильно часто не мешайте. Пусть она вниз поджарится. Иначе она начнет разваливаться. Как в прошлый раз у меня. Вот такая красота. Вот они шкварочки. И будет, как будто с мясом. Потому что стало все равно присутствует с мясом. Она ужарилась как-то мясо. Будет очень вкусно, ребята. А, все, ребята, не буду вас сильно нагружать. Показывать конечное блюдо не буду. Вы сами пользуетесь, что это будет очень вкусно, будет классно. Ну, все. Подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Не забываем, что вас ждет сюрприз. Кто подписан на мой канал и жмет под каждым видео, будет к новому году вас ждать сюрприз. Очень хороший, дорогой. Все, ребята, давайте ни хвоста не чесим.